Здравствуйте! С вами канал Вкусной Огород Барнаул. После длительного сильного дождика вышел в огород прогуляться, посмотреть что происходит на участке и обратил внимание на семенную редиску. Выращиваю свои семена редиски, сорт в этом сезоне выбрал дуро краснодарское, очень хороший сорт. И вот редиска зацвела. Скажу несколько слов, как я выращиваю семенную редиску. Использую прежде всего, должен заметить, беспересадочный способ. Есть и другой еще способ пересадочный. Некоторые огородники с успехом его используют. Это когда корнеплод вынимается после того, как поспеет, а потом пересаживается в другое место. И редиска стрелкуется и растет дальше. Но это делать совершенно не обязательно. Можно делать и по-другому. Выращивать семена редиски без пересадки. Для этого оставляю некоторое количество отборных корнеплодов редиски. Вот здесь очень важно. Надо оставлять на семена отборные корнеплоды. Если они не четко выражены и не сохраняют сортовые признаки, то их оставлять нельзя. Будет пересортность какая-нибудь и так далее. Я оставляю с запасом. Вот видно сколько оставил. Лишние семена карман не тянут. Так что пусть будет лучше побольше, чем поменьше. После того, как корнеплоды оставлены, редиска продолжает расти. Постепенно выбрасывает стрелки и завязывает семена. В этом сезоне редиска зацвела в начале июля. Бывает и пораньше, бывает и попозже. Все зависит от капризов погоды. И вот здесь сразу я столкнулся с некоторыми деталями. Некоторые цветочки оказались белого цвета, некоторые розового. Что тут можно сказать? Это говорит о том, что семена в пакетике были не одинаковые. Ну что тут делать? Это не очень большая проблема. Единственное, у меня будут семена немного отличные от оригинального сорта. Ну, я надеюсь, редиска будет все равно хорошей. А семян хватит на несколько лет. И вот очередной этап выращивания семян редиски пройден. Редиска зацвела. Это уже хорошо. Дальше будут стручки. Ну, а потом уже буду извлекать семена. Чтобы получить семена с гарантией, редиску надо сеять ранней весной. И потом, когда она подрастет, она стрелкуется, завязывает стручки. Они успевают вызреть, и семена получаются очень качественные. Со всхожестью, ну, практически 100%. При удачном сезоне, вот с такого количества редиски, можно набрать целый 200-граммовый стакан семян. Один раз у меня так и получилось. Ну, столько мне не нужно. Ну, просто раз уж получилось, я для интереса все это дело собрал. Потом раздавал друзьям. В конце пожелаю всем огородникам тоже не забывать про выращивание своих семян. В настоящее время это становится все более и более актуально. Ну, а семена редиски вырастить просто. И, я думаю, лишними они не будут. Всем огородникам хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.